Ребят, посмотрите, какое чудовище мне привезли. Голос немножко пропал. Сиблый. Да, узнали. Стелс-капитан. Я думал, я уже от них отошел. Но оказывается, нет. Привезли, так сказать, на тюнинг и доработки. Чем были славны Динги? Какие были у них болезни? У них болезни были трещины рамы. Да, и натяжная звездочка отрыгалась. Здесь все то же самое. Смотрите. Видно, да? Это вот натерло. А вот она сама трещина. Вот она. Там где-то намотана. Короче, трещина вот. Лопнула. Лопнула полностью по сварке. И загнула трубу. Вот эту. Можно видеть, что она кривая. Я сейчас ее немножко вырву. Вот была. Она загнута вверх. Вот здесь то же самое. Тоже загнута вверх. Не знаю почему. В общем, будем делать косынки сюда. Косынка будет здесь. И косынки будут в углах. Вот здесь и здесь. Вот. Все это в плоскости. Соответственно, чтобы не было нюансов по установке. Я вам скажу, разобрать вот это вот чудо одному нереально. Если у вас, конечно, нет крана, либо нет второго помощника достаточно сильного. Смотрите, в чем фишка. Он уже идет с номером. Значит, у него есть ПСМ. Значит, он уже как бы чисто по стольку-постольку разбирается. Чтобы его разобрать. Он разбирается, в принципе, так же, как Гинго. Но есть одно но. Здесь нет быстросъемов. Но они даже и не нужны. Но мешают подножки. Пока ты не раскрутишь вот это вот. Я дальше не стал раскручивать. Просто немножечко отогнул. Вот у нее есть ход небольшой. Этого достаточно. Но! Но! Можно даже это было бы не делать. Вообще не откручивать крепление от тележки. Вы просто больше, сука, выпил. Сделайте вот так вот. Выпилите больше. И тогда это крепление, оно будет вообще отсюда выходить вообще легко. Да? Ну, понятно. Вот оно. То же самое крепление, как у Динги. Таким же крючком делается. Сделайте больше. Вообще какой-то не продумаешь. Вот. Не здесь, не здесь. Здесь вот всего лишь немножко нужно. И тогда оно будет разбираться без снятия ножек. Нет. Мы сделали все как обычно. Но не продумано. Рамка. Вся рамка, она почти идентична. Бачок немножко другой формы. Вот. И рама чуть ниже сделана. То есть, а все остальное трубки такие же. Такое же сечение. 20 профиль. Причем еще тонкостенная миллиметровка. Вообще конченая. Она гнется. Просто давишь на нее рукой, и она уже гнется. Вот такое лепет. Ладно. Будем продолжать. Так. Есть у меня кусок железа. Осталось нормальных снегоходов от зимы. Вот. Из него будем пилить уголочки. Пойдемся по подвесочке. Значит, смотрите, как у них каточки тут прикручены. В принципе, здорово, что если каток открутить и второй открутить, гусеница расслабится. Так. Вот гусянка вся распотрошенная. Непонятно из-за чего. Вот такие вот. Хотя она новая. С негоходу там вообще, дай бог, пару месяцев что-ли. Короче, так вот склизики у него под затерки. Нагрузка большая. Так. Может быть, что-нибудь у нас влияет на гусеницу. Какой-нибудь болтик, как было на тунгусах. Ну, вроде как и нет. Вот. Смотрите, у них рама уже по-другому сделана. Передний рычаг по-другому. То есть, как у старших братьев, у хороших снегоходов, раздельные рычаги. То есть, не совмещенный рычаг, а здесь раздельный. Амортизатор уже вон туда приделан. Либо вообще можно было приделать его прямо на полозе. Лямочка сделана. Лямочка это здорово, это хорошо. Плюс регулировка лямочки. Это тоже хорошо. Видите, как интересно погнулось. Погнулось даже не здесь. Вот здесь разрыв небольшой из металла. Вот, вот. Погнулось даже не здесь. Погнулось вот здесь. Вот, если отсюда посмотреть, это видно. Оп, идет, идет. Потом, хоп, гнутся и идет дальше. Вот такая вот фигня. Вот такой вот металл. Вот сейчас я лазаю тут с уголочком. И вижу, что глофта тут нигде и нету. Вот такие дырки. Вот это надо будет все исправлять. Чтобы все ровно встало. Так, ребят. Пока я тут стучал. Вот геометрию все выровнял. Все, эта палка прямая. Здесь везде есть углы. Все четко, ровно. С этой стороны тоже. Но это, наверное, больше я сейчас рассказываю хозяину. Ему, наверное, более интереснее будет это посмотреть, что тут делали. Вот. Так, значит, геометрия вырована. Этого протертыша больше не будет. Была еще больная... Еще одна болячка была. У Динго, да? Ну, и его же собратьев. У них отваливалось вот это крепление к раме. То есть здесь идет очень большая нагрузка. Да, вот с этого промвала идет большая нагрузка именно вот на эту часть. Вот. И вот это все крепление просто отваливалось. Вот. Ну, я это проходил. Мы это все делали, когда я работал в другом месте. Так что здесь мы, в принципе, ничем не удивлены. Вот трещина. Это у нас полностью отвалилась, полностью пошло. Вот. Так. Ну, больше полазил. Больше вроде ничего нету. Ну, критичного ничего. Трещина только здесь. Так что будем заниматься этим местом. Так. Ну что. Она вырезала вот таких уголочков. Из двухмиллиметровой железки. Стальки. Вот так вот они будут стоять здесь. Отвлекают тут ходят всякие тоже. Вот. Два уголочка. Раз. Два. Вот отсюда. Смотрим, значит. Так. И два уголочка будет у меня вот здесь снизу. Один уголочек вообще четко ложится. Вот я его так буду здесь приваривать. И плюс он еще прихватится к этой опорке. Опора. Да. Так. И с этой стороны то же самое. Сюда вкладывается. Вот так будет. Вот здесь. Вот примерно так мы это замандили здесь. Все. Вот у нас тут уголочки снизились. Снизу уголочки. Тут прихватка. Сильно не будем пожить. Зачем со сварочкой пожить? Полмаются же всегда они не по сварке, а рядом со сваркой. Поэтому мы сильно не варили. Самое неудобное место это было вот там в углу. Вот. Только так. Больше никак. Но должно отнижаться все. Так. Мы будем удалять эти клепки. Клопы. Мы купили вытяжные резьбовые под болтики. Сейчас будем устанавливать. Ну что, все сделали. Вот так это выглядит. Очень сложно в таком огромном боксе найти 8 болтиков. Вот. Особенно, чтобы они были одинаковые. И 8 шайбочек. Это практически невозможно. Вот. Но вытяжные резьбовые клепки во всяком случае они будут лучше, чем эти клопики пластиковые. Все. Будем собирать обратно. Тут немножко не хватает пластика. Владелец его уже подразобрал. Чуть-чуть. Красочка еще такая. Еще легковатая. Короче. Мой отзыв про стелс капитан. То есть ничего здесь я не нового ничего не придумали. Если изначально смотреть на собранный да весь укомплектованный то конечно он смотрится красивее чем динго какой-нибудь там. Особенно те кто слезают с этих динго да и ищут себе такие же легкие снегоходы там СФ-ка 150 от Ирбиса вот тот же самый стелс капитан там есть еще китайские аналоги то конечно вот сразу кидаешься на вот эту красоту приятность у него приятный пластик на ощупь даже мягкий это не АБС пластик как как допустим там СФ-ка 150 это же такой приятный качественный но когда как обычно лезешь раскрываешь эту конфетку вкусную там получаешь вот такую вот рама ну здесь рама динго это понятно к ней претензия нет у нее вылезут те же самые болячки какие вылезали у динго у нее будет все ржаветь вот она также будет все облазить все это краска все посыпется ну и вот хорошей техники у нас наверное очень редко не знаю очень-очень редко это вообще короткая гусеница опять же мне кажется что у СФ-ки гусеница длиннее там же они вроде как лонг идут вот здесь я не помню точную характеристик но но длиннее скорее всего вот можно было бы конечно уйти от каких-то вещей на мой взгляд там какие-то вещи можно было сделать вместе с рамкой да такие как подножки я бы их убрал нахрена эта подножка съемная если ты ее можешь сделать прямо вместе с кузовом приклепая ее к чертовой матери вот и все если у вас тем более по СМ есть зачем вам вообще теперь разборный снегоход я не понимаю кто их разбир их никто не разбирает а этот снегоход разобрать еще сложнее чем разобрать динго вот если у динго быстросъемы да там это все раскручивается и то оно там заржавевшее но можно то здесь это все где-то там на морозе в перчатках рукавицах вообще это замучаетесь делать короче покупайте нормальные снегоходы покупайте прицепы и катайте себе хотите легкие снегоходы покупайте легкие хотите разборные не знаю покупайте себе мута собаки которые универсальны которые мало места занимают но вот это вот оно долго не будет служить а впечатления как раз создаются вот об этой технике вот из всех этих маленьких мелочей все вот я сказал все что хотят думайте сами нужна вам такая или нет всем пока